Добрый день. Я прошу прощения за небольшое опоздание. Сегодня у нас гость из института Нардиты, являющийся, как мне объяснили, институтом всей Скандинавии, но находящимся в Стокгольме. Константин Заремба, который расскажет про интегрированность в теорию струн. Пожалуйста. Спасибо за заведение. Я сделаю очень длинное введение. Меня попросили рассказать так, чтобы было понятно математикам. Не знаю, насколько получится, но, по крайней мере, я начну очень издалека и постараюсь говорить о мотивации этой задачи, которую я буду рассматривать в довольно больших подробностях. Мотивировка. Я буду рассказывать о применении интегрируемости в теории струн. Область, где это применяется, описывает соотношение между струнами и калибровочными теориями. Задача о том, как понять калибровочные теории вне рамы теории возмущений. Это классическая задача математической физики. Калибровочные поля можно себе представлять, как просто матрицы, заданные в каждой точке пространства. Либо более строго это связанность в расслоении со структурной группой, которая в моем докладе будет всегда СВН. Динамика описывается с помощью действия, которые написаны здесь. Оно представит собой квадрат кривизны этой связности. Действие определяет вероятностную меру на пространстве полей. На R4. Стандартная метрика, плоское четырехмерное пространство. Если доказать существование квантовой теории Янга-Милса и наличие в ней массовых щелей, то вы тут же получите миллион долларов. Решение этой проблемы – это одна из проблем института Клея. В каком смысле доказать существование? Нужно доказать, что корреляционные функции, определенные этой мерой могут быть строго, то есть что они существуют, или точнее, что существует способ их доопределить. И то, что такие корреляционные функции убывают на бесконечности по экспоненциальному закону, с экспонентой, которая ограничена с… В общем, не может быть бесконечно малой. Это локальные функционалы, зависящие от А. Значит, у нас есть функции, заданные на полях, которые определены локально в каждой точке. Есть вероятностная мера, которая определяет корреляция между корреляционной функцией. И теория Минс – это способ вычислять такие корреляционные функции. Скобка здесь определяется мерой, то есть это усреднение по этой мере нужно проинтегрировать по всем полям, по всем полевым конфигурациям, с весом, который есть экспонент от действия. Значит, функции здесь могут быть более-менее любыми. Нужно доказать, что для более-менее любых функций такое усреднение отдает осмысленный результат. Конечный. В теории поля возникают бесконечности, которые нужно регулировать. В теории поля есть раздел, который называется теория перенормировок. И это есть способ доопределить усреднение по этой мере. И это сильно усложняет задачу доказательства того, что такие средние существуют. То есть это не просто средние по какому-то статистическому ансамблю, а еще нужно вводить некий параметр регуляризации, потом стремить его к нулю. И, в общем, задача о доказательстве, задача о существовании корреляционных функций с этой мерой – это достаточно сложная задача, которая не решена до сих пор. Но наиболее сложная часть здесь – это доказать, что корреляционные функции убывают на бесконечности экспоненциально. Это называется задача массовой щели в теории Янга-Милса. Но эта задача сложная, и я не буду рассказывать конкретно о том, как ее решать. Но то, о чем я буду рассказывать, мотивируется попытками понять, как устроена квантовая теория Янга-Милса. С точки зрения физики, калибровочные теории такого типа описывают сильные взаимодействия, а именно квантовую хромодинамику. Это теория, которая описывает взаимодействие между кварковыми посредством обмена глионами. Известно, что такие взаимодействия описываются с 3-калибровочными полями. И у нее есть свойства, которые тоже до конца не объяснены. Например, понятно, почему они происходят, но количественной теории не существует. Известно, что кварки отдельно не наблюдаются. В природе есть только связанные состояния кварков. Поэтому это явление называется конфайнментом. Оно связано с наличием массовой щели в теории Янга-Милса. Количественная теория здесь в основном базируется на очень сложных компьютерных симуляциях. А аналитическая теория до конца не построена. В то же время сила взаимодействия между кварками, которая возникает из-за калибровочных взаимодействий, зависит от энергии. Известно, что она зависит от энергии логарифмически. И с ростом энергии она уменьшается. Поэтому при асимптотических больших энергиях взаимодействие между калибровочными полями становится слабым. Его можно описывать, разлагая коллекционные функции в ряд по константе связи. Для чего существует специальная техника, основанная на фирменских диаграммах. Каждой такой диаграмме отвечает некое аналитическое выражение в виде интеграла. Интегралы, которые возникают из финских диаграмм, очень быстро становятся сложными. Поэтому вычисления, которые интересны для эксперимента, проделаны до первых трех порядков. То есть нулевой порядок, тривиальный, плюс первая поправка, плюс вторая поправка. Третья поправка практически ни к чему не посчитана. В втором порядке тоже есть некие проблемы, которые до конца не решены. Я все это рассказываю для того, чтобы пояснить, что задачи, которые здесь стоят, они быстро становятся сложными. То есть даже разложение коллекционных функций в ряд по малому параметру систематические методы исчерпываются довольно быстро. В то же время идея о том, как устроена природа калибровочных взаимодействий, когда константа связи не мала, она более-менее известна и связана с теорией струн. То есть струны естественным образом возникают при описании сильных калибровочных взаимодействий. Я вкратце напомню, что такое теория струн. Обычно взаимодействия описываются частицами. То есть кварки углеон — это точечные частицы. Но можно себе представить динамический объект, который, в отличие от частицы, которая не имеет вообще никаких размеров, струна имеет конечную протяженность в одном измерении. Но обычно принято думать о струнах как о двумерных объектах, потому что в физике часто удобно представлять процессы в пространстве времени. Тогда частица заметает какую-то траекторию, а струна заметает двумерную поверхность. Взаимодействие струн по сравнению с взаимодействием частиц содержит гораздо меньше степеней свободы. Частицы взаимодействуют локально. Можно себе представить взаимодействие частиц как процесс рождения и уничтожения частиц в вакууме. Скажем, если кварк, двигаясь в пространстве времени, может излучить глион, происходит это в одной задней точке пространства времени. В то же время взаимодействие струн чисто геометрическое. Такому процессу будет отвечать одна гладкая мировая поверхность. И сказать, в какой точке произошло взаимодействие невозможно, потому что оно по геометрическим причинам размазано. Кроме того, здесь нет никаких степеней свободы, которые можно было бы менять руками. Скажем, можно себе представить теорию, в которой в одной точке кварки излучают две частицы. Это не запрещено фундаментальными принципами теории поля. В то же время в теории струн взаимодействия жестко заданы в геометрии и определяются тем, что мировая поверхность струны асимптотически распадается на несколько... В этом случае, если мы начали с одночастичного состояния, то на бесконечность уходят две частицы. В квантовой хромодинамике струны возникают по следующим причинам. Можно себе представить взаимодействие кварков как аналог взаимодействия положительного и отрицательного заряда в электродинамике, который создает кулоновское поле. Энергия этого поля и есть кулоновский потенциал взаимодействия между зарядами. В хромодинамике из-за того, что глионы сильно взаимодействуют между собой, картина оказывается несколько другой, и силовые линии поля оказываются сконцентрированными в трубке конечной ширины, которая несет некоторую плотность энергии на единицу длины. Поэтому если разнести кварки на очень большое расстояние, то потенциал будет меняться линейно с расстоянием между кварками. Поскольку потенциал линейный, то физически невозможно разнести заряды на бесконечно большое расстояние. Если у вас есть какая-то заданная наперед энергия, которую можно придать паре кварка и антикварка, то их можно будет развести на расстояние определяемой этой энергии с точностью до коэффициента натяжения струны. И, следовательно, все состояния кварка и антикварка, поскольку их невозможно растянуть на бесконечность, то физические состояния всегда будут образовывать связанные состояния. Это свойство потенциала между кварками. На нем основана физическая картина конфайнмента. Из-за того, что кварки связаны с струнами, они не наблюдаются как отдельные частицы. Это качественная картина, которая известна с 70-х годов. Она подтверждается более-менее численными расчетами. На решетке можно непосредственно посчитать потенциал между кварком и антикварком. Видно, что на больших расстояниях он действительно растет линейным образом. Более утонченные вычисления показывают, что струна, которая натянута между кварками, может флуктуировать. То есть это динамический объект. Эта картинка тоже взята из численного эксперимента. Здесь показано распределение энергии в барионе. Барион состоит из трех кварков. Видно, что распределение энергии более-менее линейно. То есть поле, которое описывает взаимодействие трех кварков, представляет из себя струну, образующую букву Y с точкой взаимодействия в середине. В принципе, такая качественная картина должна получаться просто из статистической суммы теории Янга-Милса. Но никакого систематического способа ее вывести посредством каких-то аналитических шагов не существует. Хотя есть подход, который, опять же, был предложен в 70-е годы. И основывается он на введении вспомогательного малого параметра в задачу взаимодействия кварков. В природе существует три типа кварков, которые взаимодействуют посредством калибровочной теории с группой SO3. Но можно рассмотреть гипотетический случай, когда число цветов кварков равно n и рассматривать обратное число цветов как малый параметр. На самом деле можно показать, что разложение идет по степеням единицы на n в квадрате. И 1,9 — это достаточно маленькое число. Так что можно ожидать, что разложение по обратному числу цветов будет давать более-менее разумный результат. Более того, в рамках этого разложения можно установить качественную связь с теорией Струн с другой точки зрения. А именно если рисовать диаграммы Фейнмана в представлении, когда глионы — это глионные поля, это матрица n на n, поэтому можно ввести не одну линию для каждого глиона, а линию для каждого цветового индекса. И оказывается, что структура правил Фейнмана такова, что выполняется закон сохранения индекса в пропагаторах и вершинах. Поэтому диаграммы, которые можно нарисовать из линий, состоящих из двух частей, естественным образом несут двумерную структуру. То есть мы можем считать, что такая диаграмма склеена из двумерных элементов. При этом каждая точка этой диаграммы сопоставляется точкой в пространстве и времени, по которой нужно интегрировать. Если забыть о дискретности этой картинки, то можно себе представить такой процесс, как распространение непрерывной одномерной струны в пространстве и времени. В теории поля имеется, вообще говоря, мы имеем дело не с непрерывными поверхностями, а с их разбиением на многоугольнике. Но можно ожидать, что в каком-то приближении, когда диаграммы с большим числом вершин вносят наиболее существенный вклад, в каком-то приближенном смысле может возникать теория двумерных случайных поверхностей, а это и есть теория струн. В обоих картинах, либо в картине, когда кварки взаимодействуют посредством обмена глионами, которые, когда глионное поле оказывается стянутым в трубку… Почему левая диаграмма планарная? Совершенно верно. И они могут быть совершенно планарными. Именно так. Оказывается, что параметр, который меряет непланарность диаграммы, как раз и есть обратное число цветов. То есть, если мы рассматриваем предел, когда число цветов стянется к бесконечности, ведущий вклад дает планарные диаграммы. Добавление одной ручки к диаграмме добавляет один порядок по единицам в квадрате. И в этом описании, и в картине, в которой струны строятся из глионных полей, можно ожидать, что теория струны, бесконечно тонкой струны, которая не имеет размера, и здесь она возникает как непрерывный предел некого дискретного объекта, можно ожидать, что теория струны есть какое-то эффективное приближение. При этом малый параметр этого приближения, не очень понятно, как его строить, но можно попытаться построить теорию струны чисто феноменологически, просто рассмотреть одномерные объекты, которые могут распространяться во времени, и попытаться построить квантовую теорию таких объектов. Оказывается, что такая теория неизбежно содержит квантовую гравитацию, потому что отдельные осцилляционные моды струны, которые имеют интерпретацию различных частиц, включают в себя частицу, которая имеет спин 2 и массу 0. Такая частица есть не что иное, как гравитон, квант гравитационного поля. Более того, условия непротиворечивости квантовой теории струн в пространстве времени с нетривиальной метрикой эквивалентна уравнению Эйнштейна, наложенному на эту метрику. Поэтому теория струн представляет из себя теорию квантовой гравитации. С одной стороны, это очень интересный результат. На нем основан подход к единой теории всего, основанной на теории струн. Но если мы хотим исследовать, применять теорию струн к взаимодействию между кварками, то возникновение гравитации из струны скорее выглядит как проблема, потому что мы хотим описывать только сильные взаимодействия, и сильные взаимодействия не содержат частиц, которые имеют спин 2 и массу 0. Поэтому на первый взгляд кажется, что есть проблема со струнным описанием калибровочных взаимодействий. Но примерно 20 лет назад стало понятно, каким образом это взаимодействие разрешается. А именно оказывается, что частицы, кварки глионы и струны живут в разных пространствах. Струны и соотношение между ними устроены следующим образом. Нужно рассматривать пространство, у которого есть граница. Струны могут распространяться в этом пространстве каким угодно образом. Но в то же время их динамика проектируется на границу, и частицы могут распространяться только вдоль границы. Поэтому если мы хотим описывать четырехмерную калибровочную теорию, то соответствующая теория струн будет жить в пятимерном пространстве с четырехмерной границей. Такое описание получило название голографической дуальности. И оно действительно разрешает многие парадоксы, которые возникают, если мы пытаемся эффективным образом строить теорию струн для сильных взаимодействий. А именно струна, которая описывает взаимодействие двух кварков. В пятимерной картинке такая струна может быть бесконечно тонкой, но когда мы рассматриваем ее проекцию на четырехмерное физическое пространство, из-за проекции у нее возникнет конечная ширина. В каком-то смысле трубка потока, которая удерживает кварки между собой, можно себе представлять ее как тень реально одномерного объекта, который живет в пространстве с лишним измерением. На самом деле за этим описанием существует вполне конкретный математический формализм. Правда, в деталях он разработан только для суперсимметричных теорий. И связано это в основном с тем, что мы хорошо понимаем, как устроена суперсимметричная теория струн, но если суперсимметрия нарушена, то в теории струн достаточно сложно нарушить суперсимметрию без того, чтобы возникли внутренние противоречия. Если мы рассмотрим суперсимметричную теорию струн, то оказывается, что можно построить точную эквивалентность между такой теорией в десятимерном пространстве, в которой есть произведение пространства антидеситера и пятимерной сферы. Предполагается, что такая теория в точности эквивалентна калибровочной теории с расширенной суперсимметрией в четырехмерном пространстве времени. Пространство антидеситера имеет ровно ту форму, о которой я рассказывал. То есть это пятимерное пространство, у которого есть граница. Мы должны добавить к пространственно-временным координатам еще одну координату, которая изменяется от нуля до бесконечности, и метрика имеет полис второго порядка на границе. Оказывается, что метрика антидеситера очевидным образом масштабно-инвариантна. Можно показать, что масштабная инвариантность расширяется до конформной инвариантности, поэтому голографическая дуальность в данном случае описывает конформную теорию и часто носит название DS-CFT соответствия, где CFT означает конформную теорию поля. Параметры теории поля и теории струны связаны следующим образом. Число цветов более-менее обратно пропорционально струнной константе связи, поэтому если мы рассматриваем планарный предел, то константа взаимодействия струн стремится к нулю. Как и ожидалось, мы получаем свободные струны, а константа связи в теории поля пропорциональна квадрату натяжения струны или натяжение струны пропорционально корню из калибровочной константы связи. В частности, это означает, что AD-CFT соответствие – это дуальность между сильными и слабо связанными моделями, потому что если мы рассматриваем предел, когда калибровочная константа маленькая, то в калибровочной теории мы можем разлагать в ряд по этой константе. Это разложение описывается фененовским диаграммом, и мы прекрасно понимаем, как устроена физика в этом пределе. В то же время в теории струны малая константа связи отвечает струнам с нулевым натяжением. Натяжение струны – это параметр, который контролирует флуктуации струны. И если натяжение очень маленькое, то флуктуации не стоят никакой энергии, поэтому такие струны будут очень сильно флуктуировать, и, естественно, описывать такую теорию достаточно сложно. В то же время, если мы идем в противоположный предел, когда константа связи в калибровочной теории очень большая, и мы не знаем, что происходит с калибровочными полями, в теории струны натяжение становится бесконечно большим, и струны более-менее ведут себя как жесткие объекты, которые не могут изгибаться, поэтому они описываются чисто классическим образом. – Я понимаю, что за калибровочную теорию представляет решать сложность? – Да. – То есть можно себе представить, если мы хотим вычислить какое-то наблюдаемое в этой теории, когда константа связи мала, она описывается рядом диаграмм Фейнмана, то есть мы можем его обрезать, если константа связи мала, и это даст хорошее приближение, но в то же время есть разложение при сильной связи, которое имеет интерпретацию разложения вблизи классических струн или классической гравитации. А посередине происходит интерполяция между этими режимами, которая сложна из той и другой точки зрения. Я хочу привести простой пример такой интерполяции. Можно вычислить средние круглые вельсинские петли, я не буду объяснять, что это такое. Оказывается, что она описывается очень простой формулой, пропорционально функции Беселя. Функции Беселя есть разложение при малом аргументе и при большом аргументе. Разложение по аргументу сходится с бесконечным радиусом сходимости. В то же время разложение по единице на лямбда описывается асимптотическим рядом с нулевым радиусом сходимости. И то и другое свойство универсальное в том смысле, что оно точно так же будут себя вести любые другие наблюдаемые. И можно легко понять, почему это происходит. Здесь можно посчитать коэффициенты в этих рядах либо с помощью диаграмм. Эта формула на самом деле была получена прямым суммированием всех диаграмм, которые дают вклад. В теории струны ведущее поведение при сильной связи экспоненциально и описывается законом площадей в пространстве антидесситера. Действительно классическая струна, динамика струн — это теория минимальных поверхностей. Закон площадей дает ровно экспоненциальный вклад, который совпадает с точным результатом. А префактор дается флактуациями струны. Оказалось, что вычислить его — это довольно сложная задача, но тем не менее решаемая. И она тоже воспроизводит ответ, который согласуется с пересуммированием ряда филменских диаграмм. В общем случае интерполяция по λ описывается либо теорией поля вне рамок теории возмущений, когда пересуммирование диаграмм либо очень сложно, либо не имеет смысла, или нужно изучать струны, которые произвольным образом флуктуируют, что тоже выглядит как очень сложная задача. Но оказывается, что обе задачи решаемы благодаря тому, что эта система имеет скрытую симметрию, связанную с интегрируемостью. И, собственно, это и есть тема моего доклада, про которую я и хотел рассказывать, а именно о том, как интегрируемость возникает в теории струн пространства антидеситера. Прежде всего, что такое пространство антидеситера? На самом деле пространство антидеситера — это плоскость Лобачевского. Точнее, это псевдоримонов аналог плоскости Лобачевского. То есть понять, как возникает с точки зрения ADS-CFT соответствия, пространство антидеситера возникает, когда мы хотим добавить лишнюю гулографическую координату к пространству времени. Понять, как это происходит, можно на следующем простом примере. Давайте рассмотрим группу дробнолинейных преобразований вещественной прямой. Композиция двух дробнолинейных преобразований — это снова дробнолинейные преобразования. То есть они образуют группу SL2R, но эти преобразования не сохраняют элемент длины. Преобразуются как два форма. Допустим, мы хотим придумать такую постановку задачек, чтобы SL2 преобразования действовали как изометрия. И чтобы это сделать, нужно перейти в комплексную плоскость. Именно если мы рассмотрим дробнолинейные преобразования комплексной плоскости, они действуют таким образом, что они отображают верхнюю или нижнюю полуплоскость саму на себя, на реальной прямой они действуют точно так же, как и раньше. Но в то же время можно написать элемент длины, который инвариантен относительно SL2 преобразования. Противоречия здесь никакого нет, потому что мы не можем ограничить этот элемент длины на реальную прямую. Метрика становится сингулярной, когда мнимая часть аргумента, мнимая часть z равна нулю. Более того, саму верхнюю полуплоскость можно себе представлять как фактор пространства группы SL2 по трансляции, поскольку дробнолинейные преобразования действуют транзитивно, трансляции оставляют инвариантными бесконечность, соответственно верхняя полуплоскость — это фактор пространства SL2 по R. На самом деле этот пример — это частный случай пространства антидеситера. Если мы распишем метрику в вещественных координатах, а потом продолжим вещественную часть z опять же в комплексную плоскость, но без изменения мнимой части. Я хочу сказать простую вещь, что если мы помножим v на мнимую единицу, то мы получим метрику псевдоэвклидового пространства, которая есть метрика ADS2. Чем она лучше? Обычно в физике у нас есть время и есть пространство. Демерное пространство антидеситера, если вообще нет этой конструкции, метрика выглядит точно таким же образом, только мы добавляем какое-то количество пространственных координат. Граница пространства антидеситера — это пространство Минковского определенной размерности. Группа изометрий пространства антидеситера оказывается эквивалентной конформной группы границы. И более того, изометрия действует как конформное преобразование на границе. То есть по аналогии с SL2 можно сказать, что антидеситер — это способ геометризации конформных преобразований. Если мы хотим сделать так, чтобы конформные преобразования были изометриями, нужно добавить одну координату и рассмотреть метрику, которая зависит от этой координаты как единица на O в квадрате. Оказывается, что эта метрика решает уравнение Эйнштейна. Кроме того, ADS можно рассматривать как фактор пространства. И ADS-SFT соответствие можно рассматривать как геометрическую реализацию конформной симметрии. То есть возникновение конформной теории здесь связано просто с геометрией пространства антидеситера. Если мы рассматриваем… Да. Да. Я не очень понимаю вопрос. Я скорее выбрал этот пример как простую иллюстрацию. Если мы возьмем обычное плоское пространство псевдоевклидова, на нем действует группа конформных преобразований, которая естественно не есть группа изометрии, потому что метрика умножается на произвольную функцию координат. Можно попробовать каким-то образом изменить пространство так, чтобы в результате та же группа действовала бы на большем пространстве, но была бы группа изометрии. Ответ состоит в том, что нужно перейти в пространство антидеситера. Для РД1? Для РД1. Да. Честно говоря, не знаю. Ну вот, скажем, для сферы ответ тот же самый, это будет пространство антидеситера, потому что сфера конформна эквивалентной плоскости. То есть можно пространство антидеситера расслоить таким образом, что граница будет представлять из себя либо сферу, либо цилиндр. В произвольном случае, честно говоря, не знаю. Соответственно, встает вопрос о том, как описывать движение струны в пространстве антидеситера. Опять же, я начну с более простого случая, когда струна распространяется в пространстве Минковского. Тогда уравнение движения струны – это просто волновое уравнение. Значит, струна описывается, каждая точка номеровой поверхности описывается просто обычными прямоугольными координатами. Это зависит от двух параметров и уравнения движения. Есть просто условие того, что эти координаты удовлетворяют волновому уравнению. Плюс к тому нужно потребовать, чтобы индуцированная метрика на поверхности была бы пропорциональна плоской метрике с коэффициентом, который есть произвольная функция координат. На самом деле, уравнение движения струны – это не что иное, как уравнение минимальной поверхности, но в псевдоэклидовом пространстве. Минимальная поверхность описывается уравнением Лапласа плюс связь, которая говорит, что метрика должна быть пропорционально плоской метрике. Второе условие с точки зрения динамики есть связь, в то время как первое уравнение есть уравнение движения, поэтому на самом деле я буду забывать про это условие в дальнейшем, рассматривать только уравнение движения. Эти уравнения можно получить из вариационного принципа, начиная с действия такого вида, которая содержит х как динамические переменные, плюс двумерную метрику, вариация по которой дает связь. Общее решение уравнение волнового уравнения очень легко написать. Нет, не следует, потому что это… Значит, мю меняется от нуля до размерности пространства. Значит, у нас есть… Скалярное произведение равно нулю. Отсюда видно, что связи на самом деле две. То есть это уравнение содержит на самом деле два уравнения. То есть две степени свободы можно исключить с помощью связей. И физически это отвечает тому, что струна может осцеллировать только в перпендикулярных к себе направлениях. Осцилляции вдоль самой струны не имеют физического смысла. И из уравнений их можно просто исключить, пользуясь связями. Общее решение можно разложить в ряд Фурье. Коэффициенты будут амплитудами осцилляции струны, различных мод струны. И квантование более-менее соответствует тому, что на поперечные осцилляторы мы накладываем обычные гейзенберговские комбационные соотношения. То есть пространство состояния струны – это и есть фоковское пространство с бесконечным числом осцилляторов. На самом деле нужно еще наложить связи. Это немножко усложняет картину. Но, тем не менее, задачу можно решить до конца. Струну в плоском пространстве можно проквантовать абсолютно точно. Если мы переходим в искривленное пространство, то вместо волнового уравнения мы получаем уравнение, в котором есть нелинейность, пропорциональная символу Кристофеля, помноженному на производный квадрат. То есть уравнения становятся нелинейными. Если эта нелинейность маленькая, она отвечает просто взаимодействию между модами струны. То есть если две моды, которые бегут по струне, сталкиваются, они могут родить, в принципе, произвольное число других мод. Задача становится нелинейной. И в общем случае неизвестно, как ее решать. То есть проквантовать струну в кривом пространстве. Квантование струны в кривом пространстве – это вопрос, ответ на который науке неизвестен. Оказывается, что в случае пространства антидеситера задача тем не менее может быть решена, потому что есть скрытая симметрия. И она оказывается в техническом смысле сложнее, чем в квантовании струны в плоском пространстве. Но идея примерно той же сложности. Давайте рассмотрим простой случай, а именно трехмерное пространство антидеситера, которое есть просто групповое многообразие SL2r. Тогда положение точки на мировой поверхности отвечает какому-то групповому элементу SL2. мне кажется мне придется переключиться на мой компьютер, потому что формулы выглядят не совсем так, как они должны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как можно сформулировать уравнение движения на струны на групповом многообразии? На самом деле это можно сделать с помощью... Здесь я применяю математическую терминологию, которую я не до конца знаю. Можно написать форму, которая построена по групповому элементу. Насколько я понимаю, это то, что называется форма Майор-Аркартана в математике или физике. Обычно такая форма называется током. И действие струны есть просто квадрат тока. Если мы рассматриваем струну в плоском пространстве, то ток есть просто дифференциал от координат. Волновое уравнение можно записать как закон сохранения тока, то есть производное на звездочку на dx равно 0. И эта форма уравнения движения очень просто обобщается на случай произвольного группового многообразия. То есть уравнение движения есть просто закон сохранения тока. Но в то же время ток можно рассматривать как плоскую связность, поэтому она удовлетворяет уравнению, то есть того, которое говорит, что кривизна этой связности равна нулю. Ток имеет две компоненты, поскольку это один форма в двух измерениях. И мы имеем два уравнения на две неизвестных, то есть эти уравнения образуют замкнутую систему. Из-за того, что во втором уравнении мы есть квадратичный член, эти уравнения нелинейны. И вообще говоря, поскольку они нелинейны, казалось бы, систематического способа их решать нет. Но оказывается, что их можно с помощью некого трюка свести опять же к линейной задаче. Делается это следующим образом. Давайте возьмем первое уравнение, помножим его на некий параметр x и прибавим ко второму уравнению. Если x произволен, то мы ничего не теряем. То есть если для любого x это уравнение выполняется, это значит, что выполняется отдельное уравнение 1 и уравнение 2. Но с другой стороны, уравнения, записанные в таком виде, можно записать как одно уравнение на связность, связность, которая зависит от этого параметра x и строится по изначальной форме Моррера-Картана. Значит, простое вычисление показывает, что уравнение, записанное в таком виде, эквивалентно уравнению на то, что связность, зависящая от x, задаваемой такой формулой, плоская для любого x. Таким образом, можно либо решать эти уравнения, либо потребовать, чтобы для любого x связанность была равна нулю. Кривизна связанности должна быть равна нулю. И это позволяет, во-первых, построить бесконечное число дегралов движения, а во-вторых, свести эти уравнения к линейным. Значит, интегралов движения строятся с помощью следа голономии этой связности. Мы можем рассмотреть голономию связности вдоль контура, который идет вдоль сечения поверхности струны при каком-то определенном значении времени. Значит, L зависит от динамических переменных по формам, которые я приводил. Значит, T представляет из себя нелокальный функционал от динамических переменных, и вообще говоря, зависит от времени. Но сдвиг по времени представляет из себя непрерывную деформацию контура, а поскольку связанность плоская, то деформация контура не меняет голономии. Поэтому, если уравнения движения выполняются, таким образом построена величина от времени не зависит. Значит, обычно величины, которые зависят от динамических переменных, но на уравнениях движения от времени не зависят, называются сохраняющимися зарядами. И в данном случае таких зарядов бесконечно много, потому что есть дополнительный параметр Rx. Можно, например, разложить эту величину по единице на x, и тогда мы получим бесконечный набор сохраняющихся величин. Значит, системы, в которых есть достаточное количество сохраняющихся зарядов, называются интегрированными. И рассуждения, которые я привел, показывают, что струна на многообразии какой-либо группы представит из себя интегрируемую систему. Значит, уравнение движения для струны можно линейализовать, потому что можно рассмотреть уравнение на сечении связанной с оператором ЛАКСа. Значит, если записать это уравнение в явном виде, то оно выглядит как двумерное уравнение Дирака для группы SL2, потому что ток есть элемент алгебры Ли, то есть 2 на 2 матрица. То есть мы имеем уравнение первого порядка с матричным потенциалом, зависящим от параметра, на функцию, которая, вообще говоря, квазипериодична по координате. И вместо того, чтобы… Значит, можно показать, что квазиимпульс, то есть параметр, который возникает из-за того, что волновая функция квазипериодична, зависит от этого параметра x определенным образом, более-менее регулярным образом, а именно p более-менее гламорфная функция от x. Значит, она не совсем гламорфная, но если мы рассмотрим дифференциал этой функции, то особенностями этого дифференциала будут полюса в точках x, равным плюс-минус 1, и точки ветвления, которые можно соединить разрезами. И квазиимпульс оказывается мераморфной функцией на римной поверхности определенной, которая получается с сшиванием двух листов вдоль разрезов. Можно показать, что квазиимпульс, интеграл от этого дифференциала по а-циклам равен нулю, а по b-циклам он дает целые числа в единицах двух пи. И вместо того, чтобы решать эти уравнения, можно просто характеризовать пространство таких дифференциалов, и это отвечает пространству всех возможных решений уравнений страны. Целые числа отвечают модам, различным модам струны, а длины этих разрезов более-менее соответствуют амплитуде соответствующей моды. Вообще говоря, это поверхность бесконечного рода. Если мы включаем, каждый разрез отвечает определенной моде флуктуации струны. Если мы рассмотрим струну, в которой есть, скажем, две флуктурирующие моды, то... Струна без границ? Периодическая. Струна периодическая. По пространству во времени она... Я бы сказал цилиндр. В зависимости от вопроса лейтинга. Да. Но эта поверхность никак не связана с пространством времени. То есть координата на этой поверхности — это параметр х, который мы ввели руками при построении плоской связности. Это спектральный параметр. Значит, ну вот сколько мод флуктуации возбуждено, столько разрезов и будет на поверхности. Амплитуды связаны с... На самом деле можно... Это более-менее длина разреза. Эта конструкция обобщается на симметрические пространства. Значит, если рассмотрим группу и Z2-автоморфизм и ее алгебры, по этим данным можно построить симметрическое пространство. Значит, алгебра тогда разбивается на инвариантное подпространство и его ортогональное дополнение. И симметрическое пространство есть кассет группы по инвариантной подгруппе. Пример... Значит, один из примеров симметрического пространства — это и есть пространство антидеситера. То есть оно допускает Z2-градуировку и поэтому является симметрическим. И в этом случае уравнение движения тоже оказывается интегрированными. Их можно записать... Значит, теперь только будет два компонента соответствующего Z2-разложению алгебры Ли. И уравнение движения можно разбить на... на различные компоненты согласно их гадуировке. Значит, в результате получится три уравнения, которые можно скомпоновать в одно условие плоскости для связности, которая зависит от... которая строится явным образом. Решения, опять же, будут эквивалентны мироморфным дифференциалам на риммоновых поверхностях. Значит, структура этой поверхности зависит от того, с какой группой мы... То есть какая... Какая группа изометрии действует на симметрическом пространстве. Грубо говоря, число листов отвечает рангу группы. И на дифференциал наложены некие интегральные условия, которые есть интегралы по нетривиальным циклам на такой риммоновой поверхности. Значит... Во сколько я должен заканчивать? Ведите. То есть для струны на пространстве антидесситера можно построить полную теорию классических уравнений движения, которая физически ничем не отличается от струны в плоском пространстве. То есть движение струны задается числами заполнения различных ассоциляционных мод, несмотря на то, что движения струны нелинейны, но тем не менее из-за интегрируемости их можно явно проинтегрировать. На самом деле нас интересует квантовая теория струны, и задача состоит в том, как эту картинку проквантовать. Значит, дословно эту картину проквантовать невозможно, потому что в бозонной струне возникают разные аномалии, и вообще говоря, эта теория внутренне противоречива, поэтому в квантовой теории струны единственный способ избежать проблем – это рассмотреть суперструну, а именно заменить пространство-время, на котором струна живет, на супермногообразие. Кроме того, есть некие условия самосогласования, отвечающие условиям сокращения различных аномалий. Например, пространство-время должно иметь 10 координат. С точки зрения физических мод струны это отвечает тому, что есть 8 бозонных степеней свободы, которые отвечают поперечным флуктуационным модам струны. И из-за суперсимметрии должно быть 8. Суперсимметрия – это симметрия, которая связывает бозоны и фермионы, поэтому должно быть ровно 8 штук бозонных флуктуаций, которые есть суперпартнеры поперечных мод струны. Кроме того, есть условия, что бета-функция в мировой поверхности равна нулю. Я не буду объяснять, что такое бета-функция, для тех, кто не знает, но это и есть величина, которую можно вычислить, зная действия струны. Значит, можно рассмотреть суперсимметричный аналог симметрических пространств, но при этом оказывается естественным требовать Z4-градуировку вместо Z2-градуировки. Потому что Z2-градуировка есть в любой супералгебре. Супералгебра – это по определению Z2-градуированная алгебра, в которой с коэффициентами в Грассмановой алгебре. то есть есть два типа в супералгебре, есть два типа генераторов, есть обычные четные генераторы, которые образуют бозонную подалгебру, плюс есть суперзаряды или несчетные генераторы. И, согласно правилам игры, коэффициенты при разложения произвольного элемента по четным генераторам должны быть четными элементами Грассмановой алгебры, а, соответственно, коэффициенты разложения по суперзарядам должны быть нечетными. Плюс должны выполняться обычные аксиомы алгебры, линейность, тоже стоякобия и так далее. В конечном мерном представлении Т и Ку это просто матрицы, поэтому можно себе представлять супералгебру как набор матриц, в которых есть матричные элементы которых есть элементы Грассмановой алгебры. При этом в различных местах матрицы четность я хочу сказать, что четность Грассмановой четность различных матричных элементов зависит от того, где внутри матрицы они находятся. Простейший пример это матрица, в которой диагональные элементы четны, а вне диагональные нечетны. Можно проверить простым вычислением, что коммутатор таких матриц имеет опять ту же самую структуру и таким образом и удовлетворяет по определению то же стоякобия как любой коммутатор. алгебра таких матриц образует линейную алгебру размера 1.1 и на самом деле она не есть. Это непростая алгебра, так же, как в обычном случае Жель-2 это значит в ней Жель-2 на самом деле нам нужно наложить условие, что след матрицы равен нулю, чтобы получить простую алгебру. То же самое верно для супералгебры. Но на самом деле нас будут интересовать алгебры, которые обладают дополнительной симметрией, которая дополняет фермионную четность до Z4. А именно мы потребуем, чтобы в алгебре был автоморфизм, квадрат которого равен не единице, как в случае бозонных симметрических пространств, а который равен фермионной четности, то есть единица получается, если мы возведем омега в четвертую степень. Такие пространства называются полусимметрическими, и они были полностью классицированы серганами в 83-м году. Соответственно, само суперпространство строится как кассет группы по инвариантной подгруппе. и оказывается, что теория струны на любом полусимметрическом кассете, и уравнение движения струны оказывается интегрируемым, то есть можно построить лаксоу-пару, условия плоскости, которой есть полный набор уравнений движения. То есть такие двумерные модели представляют довольно широкий набор интегрируемых теорий, в которых есть суперсимметрия. Значит, если мы хотим построить квантовую теорию струны, то нужно потребовать зануления бета-функции. Бета-функции можно посчитать. И она оказывается равна дуальному числу коксетера соответствующей алгебре симметрии. Значит, в бозон обычной алгебре Ли дуальное число коксетера это положительное целое число, поэтому бета-функция никогда не равна нулю, поэтому бозонные струны, вообще говоря, теория бозонной струны, она внутренне противоречива. В супералгебрах это не так, есть целый ряд супералгебр с нулевым числом коксетера, есть две бесконечные серии и непрерывный набор супералгебр, который на самом деле интерполирует между этими двумя сериями. можно рассмотреть кассеты этих супералгебр естественным образом являются кандидатами для непротиворечивых теорий струн, но остается еще проверить, что число степеней свободы равно в точности 8 плюс 8 и в принципе это вычисление можно проделать до конца, потому что есть классификация сергановой, то есть можно взять ее работа занимает по-моему две страницы в функциональном анализе, одна из этих страниц это таблица, она привела полную таблицу всех полусимметрических пространств и можно разобрать все случаи, которые там встречаются и оказывается, что есть только два из них, в которых число степеней свободы оказывается правильным, а именно алгебра, один из них основан на группе PSU224, если осмотреть бозонную часть этого кассета, то она оказывается в точности равной произведению ADS5 на S5, поэтому такой кассет описывает не что иное, как суперструну ADS5 на S5. Другой пример основан на ортосиплектической алгебре и его бозонное сечение есть произведение ADS4 на CP3, оба эти примера были известны до каких-либо струнных конструкций. ADS5 на S5 это наиболее знаменитый пример струнного бэкграунда, который дуален калибровочной теории. именно этот пример положил начало изучению голографической дуальности. Оказывается, что струна на ADS4 на CP3 дуальна некой теорией в трех измерениях, поскольку граница ADS4 это трехмерное пространство минковского и на основе этой теории можно построить дуальность в трехмерном случае. Поскольку эти теории интегрируемые и самосогласованные квантово-механически, то с помощью интегрируемости можно полностью построить спектр струны посредством квантования римановой поверхности решений классической струны. Формализм, который здесь возникает, называется квантовой спектральной кривой, и его описание это отдельная лекция. Кроме этих двух примеров есть еще ряд самосогласованных теорий струн, которые основаны на тензорных произведениях групп изометрии. Эти два примера исчерпывают случай, когда группа изометрии простая, но можно рассмотреть случай, когда она непростая, есть произведения каких-то групп, и тогда можно построить суперструны VDS3 с различными дополнительными многообразиями, например, S3 на T4. И во всех этих случаях техника для описания спектра примерно одна и та же и основана бозонной интегрируемости. Что? Да. Никак. Для любого H бета-функция пропорционально довольна числу коксетера. Так же, как в бозонном случае, бета-функция тоже не зависит от H. бета-функция модели на S2 и на S3 одинаковы. Наверное, я должен заканчивать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Комментарии? Сейчас. Что это МРМО 6 чем самец? Что это за теория? Да. Значит, у Черн-Саймонса, обычного Черн-Саймонса, есть суперсимметричное обобщение. Соответственно, нужно добавить к действию Черн-Саймонса нужно добавить фермионы плюс эсколяры. Что? Они без кинчлена будут? Или с кинчленом? С кинчленом. А это останется топологической теорией? Нет. То есть зависит от числа суперсимметрии. То есть Черн-Саймонс плюс свободные фермионы на самом деле обладает n равная 2 суперсимметрии. Но если мы хотим, чтобы число суперсимметрии было больше, то нужно добавлять скаляры, и скаляры приводят к нетривиальным взаимодействиям. То есть фермионы взаимодействуют со скалярами, и калибровочные поля взаимодействуют со скалярами и фермионами, все перемешивается, и теория, вообще говоря, взаимодействующая. А вот те моды, которые в калибровочном поле, они как бы становятся тоже, а там осцилляторы появляются? В стандартном Черни-Саймонсе это топологическая теория, там никаких осцилляторов нет, можно сказать, правильно? Да. Квантов поля нет, да? Калибровочные поля Частицы, отвечающие этому калибровочному? Нет, калибровочным полям никаких частиц не отвечает, ну, то есть это теория конформная, она не топологическая, но конформная, у них частиц все равно нет, но, скажем, если считать диаграммы, естественно, калибровочные поля описывают какие-то топологические взаимодействия, там, ну, как в обычном Черни-Саймонсе. Но есть обычные диаграммы, скажем, со скалярными, Логическая теория поверх нее такая, как бы, динамическая. Да. Спасибо. Еще вопросы? Вы рассматривали теорию струн просто с метрикой, там, продолжительно, плоскую там или еще какую-то. А вот еще есть в спектре B-поле. Оно влияет на интегрируемость B-поле? Да, конечно. Значит, на самом деле тело Гранджана, которое я писал, скажем, действие струны на полусимметрическом суперпространстве, вообще говоря, содержит различные поля, но B-поле здесь в стандартном случае равно нулю. на самом деле в трехмерном случае, то есть, когда мы рассмотрим струну на ADS3, можно отдельно добавить B-поле, то есть, есть параметр, есть лишний параметр, который отвечает B-поле. Но в ADS5 на S5 B-поле равно нулю, потому что B-поле нарушает четность, теории, которые мы рассматриваем, а не инвариантно относительно преобразования четности. У спектра, естественно, B-поле присутствует. То есть, кванты B-поле присутствуют. Еще вопросы или замечания? Как квантовать струну? Как скалярное поле или как какое поле? Для этого нужно проквантовать динамическую систему с действием струны. Например, можно рассматривать это действие как действие двумерной квантовой теории. Струна эквивалентна двумерной квантовой теории поля на мировой поверхности. Свободный. Если пространство-время плоское, то да, она свободна. Эта теория квадратична и, соответственно, поля свободны. Если пространство кривое, то на мировой поверхности есть взаимодействие и теория не будет свободной. Спасибо. Еще вопросы? Если нет, то спасибо большое. И сейчас я приглашаю попить чай в коридоре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...